Всем привет! С вами Суперзомби! В общем мой друг сделал обзор на Е100, ссылочка в описании, и я решил сделать обзор на Е75. Но перед началом ролика давайте пройдемся по общим вопросам. В общем у нас в группе ВК было голосование, ссылочка кстати в описании. И по его итогам вы решили, что нужно делать отдельно приколы и отдельно нагибаторские бои. А поскольку я уже имел дело с нагибаторскими боями и их никто не смотрел, я решил больше не принимать ваши реплеи с нагибаторскими боями. Также не забывайте присылать свои смешные моменты мне на почту, ссылочка тоже в описании. Ну и еще там в прошлом ролике была пасхалочка, ее нашел вот этот челик. Ну вроде бы все сказал. Ах да, и еще же подписывайся и ставь лайк. Все, давай врубай интро. Что за хуй ты включил? Итак, что такое Е75? Это танк. Немецкий танк. Бронированный танк. Нихуя он не бронированный. Так а ну заткнись там. Я тут видос вообще-то делаю. Итак, давайте сначала пройдемся по плюсам танка. Начнем с орудия. Отличная пушка. С очень отличной альфой. Бит в лицо по 500. Это вам не хихоньки-хохоньки. Также у этого орудия отличная точность. И если сводиться, то можно быть снайпером. Только вот не надо после этих слов вставать в кусты. Также у нас отличное пробитие. Ну, по крайней мере, достаточное для тяжа. Против маусов нужно, конечно, заряжать голду. Также мы можем кидать неплохие такие вертухи, как советский танк. Но... На этом плюсы закончились. А теперь сразу самый первый минус. Перезарядка 12 с половиной секунд. Вот почему лучше не кидать вертухи. Вставать в схватку с дедом вообще не смейте без поддержки, ибо вы рискуете проиграть. У деда перезарядка менее чем 10 секунд. Вы почувствуете то, что у вас сильно долгая перезарядка, когда будете рашить, или вас будут рашить. Следующий минус это скорость. Этот танк едет целых 20 километров в час. Ты что дурак? Это тяжелый танк вообще то, что ты жалуешься. Так заткнись, я тебе сказал. Ну в общем вы приезжаете на оппозиционку и начинаете пугать врагов своей броней. Благо скорость дает вам такой шанс. Но если все враги оказались на другом фланге, то все. Тяж превращается в ТТ-САУ? Ну или вы можете конечно поехать на другой фланг и приехать уже когда будет победа. Но скорее всего это будет СЛИП. И следующий минус, это его броня. Так ну все пизда. Дизлайк отписка. Да стой ты. Да слушай. В общем броня в принципе есть и даже очень большая, но только для деградантов, которые забыли взять голду в ангаре. В общем вам прилетает постоянно или 20 уронов угасом, или 400 от обычных игроков. А теперь подробней. В общем если вы играете с восьмыми уровнями, вас никто не пробивает. Разве что Тигр 2, который зарядит голду и будет стрелять в НЛД. Ну или другой танк с хорошим пробитием. ПТ вас пробивает спокойно на ББ. Одноклассники уже все нас пробивают на голде в НЛД и некоторые тяжи и ПТ с хорошим пробитием на ББ. Также ПТ могут нас голды спокойно шить в маску орудия. Для десятых уровней у нас нет брони. НЛД серые для всех на ББ. Ну и голды даже ЛТ могут шить нас в маску. Что еще можно сказать? Не вздумайте отворачивать башню не на градус. При малейшем повороте башни, ваши щечки становятся уже серыми. Также рекомендую вам доворачивать корпус буквально на пару градусов, чтобы увеличить приведенную броню в НЛД. Но не перестарайтесь, потому что при сильном довороте ваши борта становятся ватными. Но также всякие снайперы любят выцеливать вам лючок и туда очень часто залетают. Также нас пробивают в каток и ставят на гуслю. Танковать от борта на этом танке мне ни разу не приходилось. Ну и вам особо не советую, потому что даже если вы танка неете, пока вы уедите из-за дома враг уже заедет за дом. Что по оборудованию? Берем две шоколадки и красный бензин. Но еще мне хватило денег на досылатель. Что по снаряжению? При попадании в НЛД у нас очень часто критуется трансмиссия, ну или точнее двигатель. Горим мы очень редко, так что рекомендую вам взять две ремки и аптечку. На случай если водителю станет грустно. Также при попадании в борт очень часто наша боя укладка говорит нам. Пока, я пошла гулять, так что лучше возить с собой ремку. Ну а так в общем по тактике вы едете на ТТ, желательно хотя бы с одним союзником. И начинаете разменивать с уроном. Если враги не рашат, то вы успешно побеждаете. Ну а так в целом танк очень даже неплохой. У него свои минусы и плюсы. И кому-то он понравится, а кому-то нет. Все записал? Это же пиздец, а не танк. Блин, как только выкачаю Е100, то продам его нахуй. Шло оно все нахуй. Я ебан на этом говне ездить. Субтитры сделал DimaTorzok